МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Акция, объединившая миллионы, саровчане приняли участие в шествии бессмертного полка. Кто мусорит, люди или квадратные метры, в мусорной реформе грядут изменения. Учитель Года России Дмитрий Григорьев стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса. Подробности далее. 27 миллионов жизней унесли 4 года самой страшной, кровопролитной, жестокой, безжалостной войны в нашей истории. Она оставила кровавый след на судьбах миллионов людей. Сотни саровчан собрались на площади в особый день. День, когда наши предки победили. Выстояли, отвоевали свою родину, подарили нам мир. 9 мая поистине всенародный праздник. И для каждого он значит что-то свое. Это мой прадедушка. Ну и на День Победы мы вспоминаем победу родственников, которые некоторые отдали свои жизни на то, чтобы мы жили в мире. День Победы – это все. У меня отец воевал две войны. Финскую, отечественную. В 48-м только дембилизовался. Ну, отдать дань погибшим, живым, чтобы жили в мире. Мы вспоминаем тех людей, которые воевали и защитили нашу мирную жизнь, нашу страну, Россию, Советский Союз. Мы живем благодаря этим людям. Практически у всех гостей праздника с собой обязательные атрибуты Дня Победы. Георгиевская ленточка на груди, а в руках – гвоздики. Как символ памяти погибших в той страшной войне. В нашей семье Костюкова три человека погибли в этой войне. Их уже назад не вернуть, как и многих миллионов. Священная война с фашизмом. Воины-победители, которые после войны пришли и восстановили страну. И особую миссию реализовали здесь, на территории Сарова. Создали ядерный щит. В далеком 1941-м добровольцами на фронт отправилось более 950 саровчан. 523 из них не вернулись с полей сражений. Имена жителей нашего города, которые отдали свою жизнь за великую победу, увековечены возле памятника «Вечный огонь». Мы преклоняем колени перед великим поколением победителей. Оно сделало для нас многое. Оно защитило нас от нацизма. Оно дало жизнь нашим будущим поколениям. Оно сохранило мир, восстановило города и сёла, достигло грандиозных успехов. Новое выступление для гостей праздника подготовили барабанщики. В завершении торжественного митинга ровным строевым шагом на центральную площадь вышли пионеры города, активисты Союза детских организаций «Сияющие звезды» и Городского союза старшеклассников «Статус». Также саровчане увидели колонну ретро-техники военно-исторического общества «1945». Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. За каждым портретом история. Прадеды, деды, бабушки, отцы, матери, мужья и жены. Они сражались и погибали за нас. За своих близких ковали победу в тылу. Они верили, что их не забудут. Спустя 77 лет память о героях той далекой страшной войны жива. Её передают потомкам, и даже самые маленькие саровчане знают, какой великий подвиг совершали герои. Это мой прадедушка Самсон Иван Михеевич. Он прошёл всю войну, дошёл до Берлина. У него было пять детей, после войны родилось ещё три. Это мой прадедушка Королёв Константин Михайлович. А что ты про него знаешь? Он в 10 лет пошёл на войну. И он возил снаряды. Людмила Носова пришла сегодня с портретом своего супруга Владимира Васильевича. Он был на фронте, дошёл до Австрии, где и встретил долгожданную победу. По возвращении домой работал учителем физики в пятой школе. Каждый год, несмотря на пандемию и запреты, 9 мая женщина приходит к памятнику с портретом супруга. Достойный, интеллигентный, умный. Родился в Сибири, в Томске, сибиряк. Теперь я осталась одна вдова, ветерана войны. Акция прошла умиротворённо, со слезами на глазах праздник наш. Хорошая погода, очень приятно было. Народу много, саровчане молодцы, пришли дружно. В бессмертном полку многие шли целыми семьями, чтобы передать эту бесценную память детям и показать, как важно не забывать тот подвиг. Дедушка Наталья Семенко прошёл две войны, финскую и Великую Отечественную. Был сержантом, воевал, но говорить о тех временах внукам не любил. Тяжело было вспоминать те годы. Замечательный человек, строил срубы, два высших образования, пел прекрасно. И вот был такой момент интересный, мама рассказывала. Значит, взорвалась граната, и осколочные ранения были очень множественные. И то, что смогли хирурги, помогли освободить. Руки попало в тело. А потом с годами у него в течение лет 10 или даже 15 вот эти осколочки из тела выходили. Многие участники шествия проделали немалую работу, чтобы найти информацию о своих родственниках, живших в годы войны. Любые данные о них собирали буквально по крупицам. Лидия Парусова пришла на шествие с портретом своего прадеда Ивана Михайловича Чурмаева. История его жизни известна семье только по рассказам бабушки. Мы искали, конечно, о нём информацию на бессмертном полке, просили, через Минобороны запрашивали. Но, к сожалению, информации так он призывался не про Петровскую, у нас, увы, мало. Знаю, что были медали, но бабушка в старости их всё выбросила, прабабушка, так как она не любила войну. В конце шествия участники акции возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». Вилли с полуторка, ГАЗ-67 и мотоциклы М-72. На выставке военной техники под открытым небом прикоснуться к истории Великой Отечественной войны можно было буквально. В машинах гостям разрешали посидеть и сфотографироваться. А в руках давали подержать настоящие ружья и автоматы военных лет. Здесь представлена военная техника времён Второй мировой войны. Одна машина послевоенная. Всего мы оставили после парада здесь у нас шесть единиц, потому что вся техника сюда не уместилась, которая участвовала в параде. Поэтому мы выбрали по одной машине всей колонны. За всей техникой члены военно-исторического клуба 1945 бережно ухаживают в течение года, а к 9 мая проверяют и ремонтируют механизмы, чтобы машины могли участвовать в параде. К параду уже и вот к таким мероприятиям мы готовим к выезду, чтобы техника не подвела, чтобы она ездила, смогла передвигаться. То есть это обязательно подготовка. Изначально мы либо восстанавливали, либо какие-то части покупали, реконструировали сами, своими силами или специальными мастерскими. В это же время, несмотря на испортившуюся погоду, в парке имени Зернова участники клуба самодетельной песни «Струна» создавали душевную и тёплую атмосферу с помощью песен под гитару. ПЕСНЯ 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 Также в парке гостей ждали различные мастер-классы, конкурсы, игры и эстафеты. А в поймире Кисатис на экране живой памяти показывали документальные фильмы о войне. Здесь же прошла онлайн-акция «Бессмертный полк». Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Ольга Скороходова, участница вокального ансамбля «Улыбка», очень любит сочинять стихи на разные темы и часто пишет их для друзей и родственников. Стихотворения о родине и войне занимают значительное место в творчестве Ольги Николаевны. О Великой Отечественной войне женщина знает из рассказов своих родителей. Мои родители, молодые мальчика и девочка, стояли в нижнем, они горькие были, они делали «Катюшу». И им подставляли еще подставочки под станок, чтобы можно было сделать патроны. А мама моя, она была проверяла, контролировала. Накануне Дня Победы в Совете ветеранов прошла праздничная встреча. Члены Совета поделились тем, что они помнят о войне, поговорили о подвиге солдат, а ансамбль «Улыбка» выступил со всеми любимыми военными песнями. Вокалистом подпевал весь зал. Детей войны поздравили с 9 мая и гости праздника. Руководители администрации, а также депутат избирательного округа Павел Амеличев. Благодаря вам в том числе будут расти наши дети, внуки. И у меня большая убедительная просьба к вам, чтобы вы вот этому новому поколению, детям, внукам передавали ту историческую память, что война – это все-таки плохо, что мир – это хорошо. Идут года, но, безусловно, День Победы навсегда останется главным праздником в нашем календаре. Крепкого вам здоровья, счастья, долгих лет жизни. Самое главное, чтобы всегда ваши любящие и близкие люди были рядом с вами. После концертной программы ветераны отметили День Победы за праздничным столом. Светлана Юрунова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24. Кто мусорит – люди или квадратные метры? С 2019 года не утихают споры вокруг мусорной реформы. По действующим тарифам плата рассчитывается, исходя из количества квадратных метров. При этом неважно, сколько человек проживает в квартире. Больше всего от новой схемы пострадали одинокопроживающие пенсионеры. Неоднократно они обращались в городскую дому с просьбой как-то повлиять на эту ситуацию. Мы выходим с некой инициативой, и мы как раз вышли с ней некоторое время назад, чтобы изменить формат сбора платы граждан за вывоз мусора. Не с квадратных метров, а с людей. Но инициатива депутатов не нашла поддержки на более высоком уровне. В областном правительстве мотивировали это тем, что в случае внедрения новой схемы взимания платы не с метров, а с людей, пострадают другие категории граждан. Например, многодетные семьи. Получается, что одинокопроживающие пенсионеры платят за вывоз мусора из своей 50-метровой квартиры столько же, сколько и молодые семейные работающие пары. При этом в ряде регионов платежки за вывоз мусора рассчитывают, исходя из количества проживающих, а не квадратных метров. Но и здесь есть свои подводные камни. Однако, похоже, в ближайшее время мусорную реформу все-таки ждут изменения. Сейчас в правительстве обсуждают постановление, которое предусматривает новые формулы расчета за пользование услугой по вывозу мусора. Об этом рассказал директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Сергей Сохранов во время прямой линии с читателями российской газеты. Изменения позволят делать перерасчет за неоказанную услугу, если житель сможет доказать, что не мог производить мусор. То есть в постановлении заложен механизм, который позволит собственникам, если они смогут принять такое решение, и они доведут его до рекоператора, оплачивать услугу таково по факту. Если дом, опять же, дружный, если вы сможете прийти к механизму, допустим, раздельного сбора отходов в своем квартирном доме, снизить количество производимого мусора и договориться с регоператором, чтобы он не возил пустые контейнеры, а возил только тот мусор, который производит ваш квартирный дом. Я думаю, что в таком случае оплата за вывоз таково снизится в разы. Сейчас жильцы платят за вывоз мусора, даже если долгое время отсутствует дома. Новое постановление регулирует и этот нюанс. Там содержится новая формула, которая как раз позволит делать перерасчет за вот эту неоказанную услугу, если вы сможете доказать, что вы не могли производить мусор, не могли пользоваться этой услугой регионального оператора. Пока жильцы доказывают, что не должны платить за мусор во время своего отсутствия только через суд. Екатерина Опенова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. Итак, тема сегодняшнего урока – свойства прямоугольных треугольников. Записываем. Учитель – это призвание. Со свестной фразой Дмитрий Григорьев согласен полностью. Его работа требует стопроцентной отдачи. Привить интерес учеников к своему предмету – задача сложная, но выполнимая. Достичь ее помогает два способа – нестандартная подача материала и отношение к детям, рассказал педагог. Например, тот же самый парковый урок, когда мы выходим за пределы кабинета и проводим эти уроки геометрии на улице, когда они сами могут все попробовать. Ну и плюс еще само отношение к детям, наверное, вот это самое главное, что если ты не будешь любить детей, то и ребенок это не увидит, что бы ты ему не говорил, как бы ты ему не преподавал, как бы ты ему все не рассказывал, то он также относится к вам будет. В конце марта Дмитрий Григорьев одержал победу в городском этапе всероссийского конкурса «Учитель года России». Как признается педагог, подготовиться к такому серьезному конкурсу ему помогал коллектив родного лицея. Спасибо моей команде. Вот если бы не команда лицея, с которым мы все вместе и продолжаем дальше готовиться, то одному это сделать нереально. Команда всегда поддерживает, команда всегда помогает, где-то похвалит, где-то наоборот. Вот какие-то жесткие слова скажет, но тем самым наоборот мы исправляемся. Ну без команды ничего бы этого не получилось. Финал регионального этапа проходил 11 мая на площадке точки кипения Мининского университета. Участники провели очно для зрителей и членов жюри мастер-классы и в заочном формате внеурочные мероприятия со школьниками. В видеоформате Дмитрий Григорьев раскрыл жюри свои секреты профмастерства. Все очень просто. Вот мои слагаемые успеха. Все могут пять пальцев, если их достать из кармана. Веди ученика, но не тяни его за собой. Побуждай, но не заставляй. Указывай на путь, но позволь ему идти самостоятельно. Вот так и учитель. Его роль мало, его роль огромна. И какие бы технологии нас ни окружали, поставить ребенка именно в ту точку, откуда видна радуга, может только учитель. Борьба была напряженной. За победу боролись сильнейшие. Но вот итоги подведены. И на церемонии награждения после слов ведущего и победителем становится звучит фамилия Дмитрия Андреевича. Однако на этом испытания не заканчиваются. Впереди еще одно, самое ответственное – представлять область на федеральном этапе уже этой осенью в Тюмени и в Москве. Желаем Дмитрию Григорьевичу новых успехов. Анна Пилипец, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Старые, ржавые, со спущенными колесами, а порой и разбитыми стеклами брошенные авто – не редкость для многих городов. Саров не стал исключением. Жители некоторых дворов месяцами, а то и годами наблюдают удручающую картину. Однако в силах жителей двора освободить вечно занятое парковочное место. Вопросом эвакуации брошенного и разокомплектованного автотранспорта занимается департамент городского хозяйства. В данном случае у нас есть главный специалист, который занимается этим вопросом. Это Карамшева Екатерина Анатольевна. К ней можно обратиться и по телефону, в том числе 97729. В том числе различным другим образом, например, через электронную почту администрации, или на сайт администрации, или через портал госуслуг, через портал обратной связи. Жителям важно понимать, что после обращения авто не исчезнется два раза несколько дней. Процедура признания транспорта брошенным и разокомплектованным займет время, рассказала Ольга Чапарина. Для этого департамент формирует специальную комиссию, член которой в течение пяти рабочих дней выезжает на место, осматривает машину, фотографирует. Затем комиссия принимает решение, отнести авто к категории брошенных или нет. Далее в течение трех рабочих дней с момента принятия данного акта комиссия, в случае, если у нас собственник есть, но есть признаки того, что он отказался от автомобиля, размещается, уведомление ему направляется, в котором указывается о том, что в течение 20 дней он должен данное транспортное средство эвакуировать самостоятельно, переместить на специальное место хранения. Если владелец все же не объявится, авто эвакуирует на спецстоянку. У владельца забытого транспорта останется всего месяц, чтобы заявить о правах на собственность. В противном случае департамент направит в суд пакет документов о признании авто безхозяйным. Однако проводят такие процедуры только с машинами, которые попадают под категорию брошенных и разукомплектованных. А потому такие машины должны отвечать следующим признакам. Одним из признаков является то, что собственник бросил свой автомобиль, он от него каким-либо образом отказался. И также не может быть автомобиль эксплуатирован. То есть в том числе отсутствуют какие-либо агрегаты, детали, грязно в салоне, отсутствуют двери, колеса спущены. То есть и другие можно варианты перечислять. Как раз таких моментов, по которым можно определить, что транспортное средство не может перемещаться. Сообщить о брошенном авто можно по номеру 97729. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В прошлом году юные инструменталисты музыкальной школы имени Балакирева проходили отборочный тур в детский симфонический оркестр атомных городов под руководством народного артиста и дирижера Юрия Башмета. Прослушивание состоялось в режиме реального времени, в дистанционном формате. Летом стало известно, что девушки, три скрипачки и одна флейтистка успешно прошли отбор. С этого момента юные музыканты начали разучивать материал. Мы ездили два раза на музыкальные академии, которые тоже проходили под патронажем Башмета. Они проходили в городе Снежинск. И там, во второй уже академии, детей всех посадили в один оркестр. Они играли на заключительном концерте этой академии в составе оркестра. И вот уже третья академия уже была не академией, а именно решили сделать вот такой полноценный симфонический оркестр. Детский симфонический оркестр атомных городов – это совместный проект Юрия Башмета и программы «Территория культуры Росатома». На основе конкурсного отбора в оркестр попали дети из 18 городов присутствия Госкорпорации «Росатом», расположенных в 10 регионах России. В заявке дается краткая творческая характеристика ребенка. То есть у ребенка должен быть определенный уже набран багаж побед в конкурсах различного уровня. То есть у нас все девочки, которые участвовали в этом проекте, они являются лауреатами областных, международных, всероссийских конкурсов. В течение 10 дней в Москве балакиревцы каждый день репетировали как по группам, так и в самом оркестре. С ребятами работали музыканты и дирижеры высокого уровня. Первое выступление детского симфонического оркестра прошло онлайн. А второй раз оркестр сыграл на большой сцене на галоконцерте в честь 15-летия территории культуры «Росатома» в Московском театре «Этсетера». Дирижером выступил Юрий Башмет. Потребовалось много времени для того, чтобы сыграться и чтобы получился такой хороший результат. С нами занимался очень хороший дирижер Леонид Леонидович Жуковский. Благодаря его труду получился такой результат. Я научилась быть внимательной, все время смотреть и на партию, и на дирижера одновременно, и слышать окружающих. Я бы сказала, что это одно из самых ярких событий в моей жизни музыкальной. Было интересно работать, было работать в удовольствии, понравилось общаться с дирижером, со своими коллегами. В качестве подарка ребята из Детского симфонического оркестра «Атомных городов» поучаствовали в мастер-классах, а также побывали на экскурсии в Москве. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». Патриотические песни – одни из самых любимых в репертуаре Ксении, заняной исполнением композиций «Кукушка» Полины Гагариной. Юная вокалистка покорила жюри ни одного конкурса. В этом году Ксения решила попробовать свои силы в эстрадном и джазовом направлениях. В номинациях джазовой эстрадной песни фестиваля конкурса «Ультрамарин», который проходил в конце апреля в Нижнем Новгороде, Ксения стала лауреатом первой и второй степени. Я стараюсь не волноваться, но когда объявляют мой номер и ты выходишь на сцену, вот просто мурашки похожи. Я выступала только с тремя песнями. Все их три я пела только на одном конкурсе на арт-покорении вершин. Я пою эстрадно-джазовый вокал, песню «Син-син-син», патриотическую песню «Кукушка» и эстрадный вокал из кинофильма «Звенит январская вьюба». В пандемии на два года выбилась привычного ритма, признается Ксения. Первое время приходилось заново привыкать к сцене, к зрителям. Однако волнение после нескольких выступлений понемногу испарилось. Сейчас юная вокалистка нагоняет упущенное. За полтора месяца она успела побывать на пяти разных конкурсах. Была на конкурсе «Старт-степ», он проходил тоже в Нижнем Новгороде. Там я тоже участвовала в двух номинациях – в эстрадно-джазовой и в патриотической. За эстрадно-джазовой я получила лауреат первой степени, а за патриотическую лауреат второй степени. Еще я участвовала на конкурсе «Роза ветров». Там я участвовала тоже только в двух номинациях – в эстрадно-джазовом и в патриотическом. Там Ксения взяла второе и третье место. Результатом она очень гордится. «Роза Ветров» – конкурс с огромной историей и очень строгим и компетентным жюри. По традиции, конкурсы всех лауреатов приглашают в Москву на суперфинал осенью. Сейчас Ксения активно готовится к нему. За 20 лет работы вокальный ансамбль «Горница» влюбил в народную песню многих ребят и воспитал не одно поколение талантливых артистов. Отметить день рождения коллектива долго не получалось. Юбилейный концерт несколько раз откладывали из-за пандемии. Но, наконец, и поклонники творчества «Горница», и сами вокалисты дождались этого события. Я испытываю, безусловно, волнение и предвкушение чего-то грандиозного, потому что мы готовились очень долго к данному мероприятию. Мы подготовили эту программу, выхватив из, так это можно, наверное, сказать, это слово, выхватили такие самые яркие, самые любимые песни в репертуар концертной юбилейной программы. Но и будут встречаться песни, которые мы еще ни разу не пели, и дорогой наш зритель, любимый зритель их услышит. 20-летняя история образцового коллектива Нижегородской области ансамбля народной песни «Горница» была насыщена яркими, значимыми событиями и достижениями. Не сосчитайте многочисленные награды на конкурсах и фестивалях, которые коллектив привозил в Саров. Огромная благодарность от города, от жителей города, от всех нас, коллективу, который поддерживает народные традиции, который оказывает воспитательную функцию, который позволяет нам ощущать себя естественно, комфортно и очень достойно и приятно находиться рядом и слушать это творчество. За 20 лет многие песни ансамбля «Горница» полюбили саровским зрителям. И руководитель коллектива Ирина Оськина не убирает эти произведения из репертуара, но всегда старается включить в концертную программу. В этот раз в честь юбилея участники ансамбля спели задорную песню «Саровчаночка». На сцене выступили все возрастные группы ансамбля народной песни «Горница», а танцевальные номера зрителям показал хореографический коллектив «Карусель». Светлана Ярунова, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». Фанатов «Гарри Поттера» и «Ди Си» в марте ждал неприятный сюрприз. Зарубежные кинокомпании объявили об отмене крупных премьер на территории нашей страны. А потому долгожданные фантастические твари и «Бэтмен» на отечественных экранах не появятся в ближайшем будущем. А как к уходу с российского рынка Голливуда относятся саровчане? Как часто вы ходите в кино, в кинотеатры наши саровские? После коронавируса очень редко. Ой, давно не была. С момента, наверное, как эпидемия началась, так и все. А когда планируете? Пока еще не спланировали. Люблю сидеть дома на диване и смотреть кино так. Ну, если более серьезно, то редко выбираю время свободное у меня, мало его. Три раза в год. Как относитесь к тому, что болливудские фильмы ушли с рынка? Ну, честно, на самом деле все равно, потому что все можно посмотреть по интернету всегда. Поэтому не особо что-то потерял. Единственное, чем были кинотеатры, это можно было сходить с друзьями, отвлечься, развлечься больше как способ общения, чем просмотров фильмов. Ну да, интересно будет русские фильмы посмотреть. Может разовьется как-нибудь в хорошую сторону кинематографа. Смысла нет, в принципе. И все вообще в интернете можно посмотреть и найти те же голливудские фильмы. Существует много русских хороших фильмов. А твои какие любимые? Ну, и советские фильмы мне больше всего нравятся «Гараж». Российские фильмы, они как плохие. Ну, относительно, ну, кинематограф скатился в любом. Немного скучно стали. Да. Раньше было лучше. Наши фильмы гораздо лучше. Потому что мое поколение всегда смотрело фильмы, те, которые были давно сняты, и было интересно, а Голливуд что-то как-то не очень. Если только мультфильмы. Ну, наверное, убытки понесут, конечно, кинотеатры. Ну, наверное, нужно поддерживать наших режиссеров, всех, кто связан с миром кино. Будем смотреть российские фильмы. А если захочет посмотреть иностранный фильм, найдем в интернете. Лыжная база находилась недалеко от дома Марии Казикаевой. Поэтому в 10 лет будущая спортсменка решила попробовать себя в лыжных гонках. Так Мария пришла в спортивную школу Олимпийского резерва «Атом». Ее первыми тренерами были Павел Шаров, а потом Николай Седов. Сейчас они продолжают помогать и поддерживать свою воспитанницу, только уже как коллегу. С 4 мая Мария Казикаева приступила к работе в должности тренера по лыжным гонкам. Потом я пришла к Седову Николаевичу. Но Павел Николаевич также помогал тренироваться, подсказывал. И сейчас все равно подсказывает. То есть у нас тренеры работают как дружный коллектив и всем спортсменам дают какие-то подсказки. Мария продолжила учебу в спортивном институте в Нижнем Новгороде, а после стала строить собственную карьеру. Мария Казикаева – мастер спорта по лыжным гонкам, чемпионка мира среди юниоров по лыжероллерам, победительница всероссийских соревнований и член сборной команды Нижегородской области. Сразу вернулся Саров, потому что у нас очень сильная лыжная школа, у нас вся инфраструктура для того, чтобы подготовить спортсмена есть. У нас есть своя лыжероллерная трасса, у нас есть отдельная лыжная база со спортзалом, с хорошим. То есть все, чтобы спортсмен себя чувствовал комфортно, у нас есть. Став тренером, Мария все-таки пока не бросила спортивную карьеру. Она продолжает тренироваться и выезжать на различные марафоны и соревнования. А пока ее воспитанники – маленькие детки, общездоровительные группы, которые только начинают делать первые шаги в спорте. У нас один план, чтобы как можно больше детишек тренировалось, занималось, чтобы как можно больше детей выпускалось, причем выпускалось здоровыми и со сложившимися характерами, потому что спорт в первую очередь укрепляет. Ну и массовость, все сейчас за массовость. У нас есть для этого условия. Желаем Марии Козякаевой успехов на новой должности, реализовать свой тренерский потенциал и воспитать будущих чемпионов. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.